Приветствую вас, возьмем в гости, братья и сестры. Меня зовут священник Константин Мальцев. Я хотел бы сделать такой ответ на видео из ТикТока, которое мне прислали мои ребята, на девушку, которая занимается астрологией, магией, карты Таро. Давайте буду частями показывать, отвечать на ее видео. Что такое Абара и почему он обитает в церкви? Абара – это церковный бес, который обитает в каждой церкви, особенно в той, где много неблагочестивых прихожан и также неблагочестивых попов. Абара выглядит вот таким образом. У него перевернутый крест и характерный знак, который он показывает рукой. Абара. Ну, во-первых, надо сказать, что в церкви нету домовых, как у некоторых в домах. Да и домовой, по большому счету, это языческий бес. Все-таки давайте вспомним. Господь говорит, где двое или трое, там я посреди них. А Господа бесы трепещут. Поэтому они среди места благодатного и молитвенного обращения ко Господу не пребывают. Человек может, да, лукавые действия всякие сделать, но они не страшны, потому что здесь Господь присутствует. И, в первую очередь, если мы говорим о церкви, там происходит исповедь причастия, самое главное таинство, которое есть у человека. В церковь ходят колдуны, ходят ведьмы для того, чтобы делать свои ритуалы, оставлять откуп Абаре. Поэтому будьте предельно осторожны и аккуратны. Девушка говорит, что в храм ходят колдуны и тому подобное. Да, возможно, ходят. Дай Бог, чтобы они только покаялись. Приходили туда покаяться, изменить свою жизнь. Как подобие, давайте вспомним, Киприана, мученица Устинина. Киприан был колдун, причем очень серьезный. И когда он уверовал во Христа, он в итоге отдал мученически свою жизнь за Христа. Поэтому Господь может взять самого худшего. Вспомните хотя бы Савла, который гнал христиан. Но тем не менее, потом он стал истинным проповедником Христа. Мой совет – не ходить в церковные праздники. В большие церкви, где много народу, потому что там собирается много колдунов. Соответственно, Абара там радуется и процветает. Девушка не рекомендует ходить в церковные праздники. Вы слышите, какой лукаса, насколько вот изощренно. Наоборот, церковные праздники – это сугубая радость, сугубое присутствие Бога. Потому что вспоминается, как его память, да, есть господские праздники, а есть Богородничество, его мамочки, да, Царицы Небесной Наши Богородицы. Или значимые святы, когда сугубо люди трудятся и молятся. Не ходите в эти праздники, ни в коем случае. Вы чувствуете, лукавый, что делает? Пытается сыграть на нашем маловерии, страхов, а еще больше нашим религиозным невежествам, что мы не знаем. Если вы ходите в церковь, вам нужно быть предельно аккуратными. Следите за тем, чтобы рядом с вами не стояли сомнительные люди, которые крестятся не так, как нужно, а крестятся наоборот. Ну и вот продолжение не знаем. Остерегайтесь тех, кто неправильно крестит. Я вам скажу по опыту, вот я 14 лет уже священником, у нас многие, когда приходят в храм, даже крещеные, с такими называемыми захожаниями, раз в год, которые уходят, они даже не знают, как правильно креститься, к сожалению. Им начинаешь объяснять. То как католики, то еще как сумеют. Поэтому не надо сразу их предавать огню. Это всего лишь люди, не знающие правильное догмата в церкви, как нужно креститься. Поэтому, совокупие мои родные, подводя итог, не верьте лукавым, идите к Богу. Бог есть любовь, и его трепещет всякая нечисть. Поэтому и носим, как минимум, нательный крестик, чтобы Господь играли от нас враг видимых и невидимых. Храни Господь вас. Субтитры создавал DimaTorzok